В первую очередь хотелось бы поблагодарить в целом за приглашение на конференцию. Мне, с одной стороны, очень приятно, что дебютное выступление состоится именно на этой конференции для меня, но, с другой стороны, насколько мне это приятно и радостно, настолько же мне и волнительно. Поэтому я очень надеюсь, что, возможно, для вас некоторые вещи будут звучать очень очевидно. За это заранее прошу прощения, но я поделюсь той темой, которой я занимаюсь сейчас. Здесь я говорю про конверп одновременности на дам, то есть, который в литовском языке еще называется PUSDALEVIS. В предложениях, которые обозначают второстепенное действие, которое производится тем же самым субъектом, что и основное действие. Согласуется с субъектом в именительном падеже и образуется с помощью суффикса DAM, как уже сказано в названии. И основной вопрос, который возникает в этой работе, это определить факторы, которые влияют на выбор префиксальной или непрефиксальной формы этого PUSDALEVIS. Есть префикс BIA, у которого есть несколько функций в глагольных формах. И вот здесь представлено три из них. В принципе, не так страшно, что поехал именно этот слайд, потому что здесь как раз говорится о тех функциях, которые я не буду рассматривать в своей работе. И примеры, где префикс BIA с PUSDALEVIS встречается в этих функциях, я как раз исключаю из своего исследования. Также на этапе еще только прочтения различных работ, допустим, Петра Михайловича насчет функции префикса BIA, уже тогда нашлись как минимум два случая употребления только одной формы, когда у нас нет варианта выбора между приставочной и неприставочной формами. И после этого на этапе уже практической работы корпусного анализа было это подтверждено, что да, только приставочная форма вот этого конверба одновременности употребляется в таких условно-уступительных предложениях, которые на русский язык переводятся как чтобы ни, куда бы ни поехал, чтобы ни имел и так далее. И также наоборот, только без приставочной формы употребляется в конструкциях преж и так далее, в значении, что перед тем как сделал одно действие, сделал другое действие. Если у нас конструкция предшествования, то тогда использую только без приставочной формы. И эти два случая я тоже исключаю из своего исследования. Нас интересуют только те конструкции, в которых возможна и первая, и вторая форма. Ну и если говорить про методы исследования, в принципе, основная работа, которой я занималась, это анализ корпуса, и под корпусом здесь подразумевается корпус текстинус, но я рассматривала только художественную литературу. Далее. По ходу работы возникло три гипотезы. Одна из них это о том, что на выбор приставочной или без приставочной формы влияет частица си в глаголе, то есть, что этот глагол либо обозначает возвратное действие, либо обозначает взаимное действие. И когда возникло подозрение, что да, это влияет, я стала рассматривать отдельно глаголы возвратные и невозвратные. И что мы здесь видим? Если у глагола была частица си, то примерно в 12 раз чаще встречалась форма приставочная, наоборот, без приставочная по отношению к приставочной. И если у нас глагол был невозвратным, то есть отсутствовала частица си, то тогда аж в 30 раз чаще, ну там, в 31 раз чаще встречалась без приставочная форма. И для меня это означало то, что в дальнейшем глаголы возвратные и невозвратные следует рассматривать отдельно. Следующая гипотеза, которая возникла, это гипотеза о том, что на выбор формы влияют сопутствующие слова, так называемые слова-маркеры, которые обозначают длительность действия. Ну это, допустим, такие слова, как все, все, еще, еще, пока что. Это та гипотеза, которая в работе не подтвердилась, и это можно видеть как раз в таблице, которая иллюстрирует это. То, что из, допустим, 500 с лишним сочетанием слова yo с конвербами, искала я таким образом, что находила в корпусе слово yo, и дальше сколько раз с ним рядом стоит, на расстоянии 1 стоит какой-либо конверб, и оказалось, что, допустим, из 560 вхождений всего только 8, это конвербы с приставкой b, и то же самое оказалось для остальных 5 слов, которые мне показались словами-маркерами, ну и это та гипотеза, которая не подтвердилась в работе. И теперь перейдем к основной гипотезе, которой я занималась больше всего. Это гипотезой стало наблюдение о том, что на выбор приставочной либо без приставочной формы конверба влияет вид основного глагола. Под видом мы в этой работе будем считать, имеет ли глагол оттенок законченного действия в своем значении, либо имеет соответствующая приставка, обозначающая результативное действие, или наоборот, глагол имеет оттенок значения продолжительного действия. И гипотеза такова, что если основной глагол имеет оттенок законченного действия, то тогда скорее будет употреблен конверб с приставкой. И также наоборот, если же основной глагол, назовем так, несовершенного вида, то конверб будет скорее всего в без приставочной форме. Ну и дальше, собственно, само исследование, корпусной анализ. Из 222 различных лексем, от которых были образованы конвербы, при этом примерно 120 лексем встретились в корпусе с приставкой B всего по одному разу, около 20 по два раза, и такие глаголы я сразу же исключила и рассматривала только те, которые встретились в корпусе с приставкой хотя бы более восьми раз, чтобы было достаточно материала, который следовать. И таких глаголов оказалось 15, и вот дальше я рассматривала, как они ведут себя в различных контекстах, когда они с приставкой или без приставки. И здесь я привела отрывок из таблицы для одной конкретной лексемы, это лексемы 80, от нее образованы там биэйдемос или просто эйдемос, как эта таблица выглядела, а точно такие же были сделаны для всех глаголов. То есть что мы имеем? У нас есть форма конверба в первом столбце, затем идет форма основного глагола, которая была в том же самом предложении, в той же самой фразе, и далее закодировала, если мы считаем основной глагол несовершенного вида, то это ноль, и один, если глагол был совершенного вида. После этого, если мы посчитаем сумму чисел для каждой конкретной лексемы, то есть сложим те единицы, которые обозначали совершенный вид, и поделим на общее количество форм, встретившихся у данной лексемы, мы получаем число, которое обозначает, какую часть из всех этих форм занимали глагол основных действий, которые имели совершенный вид. Ну и дальше получаем такие результаты, что для любого из этих глаголов верно, что если у, верно, что приставочная форма встречается чаще с основными глаголами именно совершенного вида. То есть мы можем сравнить для каждой лексемы, что всегда число с приставкой превышает число без приставки. Вот, собственно, это и стало основным результатом работы, что да, вот эта основная гипотеза, она подтвердилась. Сказать, что... Сказать, что найдется какой-либо однозначный ответ на вопрос, можно ли определить, в каком случае будет употреблена приставочная форма или без приставочная форма, на данный момент однозначного ответа дать не удается, но при этом есть как минимум два факта, которые уже влияют на вероятность, с которой мы выберем именно приставочную форму. Это, во-первых, что глагол, от которого образован конверп, должен быть возвратным, тогда это повышает вероятность того, что будет приставочная форма. И совершенный вид основного глагола. Опять-таки, если у основного глагола совершенный вид, то скорее будет употреблена приставочная форма, а не без приставочная. В целом, я считаю, что эта работа будет иметь какое-либо продолжение. Допустим, сейчас я чувствую, что мне не хватает математического статистического аппарата, чтобы обработать эти данные, и хотелось бы продолжить именно в направлении статистических расчетов, чтобы убедиться, что действительно существует вот эта корреляция между, допустим, возвратностью и употреблением приставочной формы, ну и точно так же с совершенным видом. Вот. Теперь, наверное, хотелось бы обсуждение. Кажется, что у него осталось очень много времени. Спасибо. Спасибо. Спасибо.